Прошедшая уже, можно сказать, состоявшаяся электоральная кампания показала, что Беларусь это территория транзита не только экономических, но и политических, и даже геополитических интересов крупных глобальных игроков. То есть здесь сошлись самые разные силы, внутренние политические силы, которые в большей степени представляете вы, внешние политические силы, боролись между собой эти внешние политические силы. Но понятно, что победитель будет только один. И на ваш взгляд, как может повести себя проигравшая сторона? Есть ли смысл опасаться каких-то санкций, нефтяной, газовой, пандемии и прочих неприятностей для нашей страны, как своего рода оружие возмездия? Спасибо. Конечно, мы предусматриваем всякие варианты. Всякие. Потому что недооценивать ситуацию нельзя. Но чтобы говорить о том, что с завтрашнего дня страна будет ввергнута в какое-то противоборство, противостояние, оснований абсолютно нет. Я вам это искренне заявляю и гарантирую. В последнее время, анализируя то, что происходит вокруг страны, особенно тех сидельцев, которые сегодня у нас задержаны, странный факт. Нас, россияне, всегда нас сраживают и обращают наше внимание на то, что там вот этот Запад, НАТО, США и прочее. Смотрите, они вот такие всякие. Но с американскими паспортами в штыки пошли защищать некоторые кадры из руководящего состава России. То есть все перемешалось. И я долго думал, ну что ж происходит? Вывод простом. Деньги. Заплатил, неважно какой паспорт, неважно какие идеи. Деньги есть, воюем. Сражаемся. Так и у нас в стране внутри происходит. Все решают деньги. Ну вы же представьте, там определенные сидельцы. Денег же хватает, миллионы вывезли, мы еще не все видим. То, что вы увидели с экрана телевизора, это копейки. Огромные деньги. И они же понимают, что эти деньги могут им в жизни и не понадобиться. Поэтому они бросают сейчас это на противостояние с властями. А вот получится, а вот на улице выйдут. А вот там пристрелят, застрелят этого Лукашенко и так далее и тому подобное. Разные версии. Мы ничего здесь не исключаем, но работают деньги. Поэтому я думаю, завтра уже они отработают свои деньги, ребята. Инвестиции эти освоят. И успокоятся, и поймут, что жизнь-то одна. И те, кто сегодня противостоит власти. Жить-то нам завтра придется вместе на этом клочке земли. Поэтому все будет нормально. Идет процесс. Процесс непростой, но мы готовы ко всему.